На стендах фотоотчеты, своеобразные итоги работы ТОСов на местах. Анапская экспозиция – одна из самых ярких. Общественники курорта – это настоящая армия неравнодушных и инициативных людей. Они принимают активное участие в жизни города. Это активная часть нашего населения, и трудно представить и оценить их работу сегодня, что они делают для развития города-курорта Анапы. Сегодня это и уборка территории, и презентация различных дворов. На Кубани более 6 тысяч органов ТОС. Такой массовости нет ни в одном регионе страны. Местные власти ценят работу общественников и всячески поощряют. Цель конкурса среди ТОС – не только отметить лучших, но и показать жителям Кубани, насколько важна общественная инициатива и ответственность. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что в этом году в очередной раз увеличен премиальный фонд конкурса. Теперь он составляет 47 миллионов рублей. Органы территориального общественного самоуправления – это цементирующая основа всего местного самоуправления. Если убрать территориальное общественное самоуправление, это убрать глаза, уши, убрать душу из системы местного самоуправления. Поэтому я думаю, что в перспективе те добрые традиции, которые имеются в нашей совместной работе, мы будем продолжать. Мы сегодня вас всех пригласили под руководством Юрия Александровича Бурлачко для того, чтобы очередной раз сказать слово благодарности и чтобы вы друг друга увидели и понимали, что действительно самое мощное общественное, самое правильное общественное. И все вы – это огромная наша армия стабильности, уверенности и понимания. На совещании объявили победителей конкурса название «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2017 году. Среди лидеров уже традиционно анапчане. Первое место и грант 530 тысяч рублей получил городской квартальный комитет номер 7, руководитель Наталья Пономарева. Второго места в краевом конкурсе удостоился квартальный комитет номер 73 Анапского сельского округа. Руководитель Ольга Пелюгова. Приз 318 тысяч рублей. Третье место присуждено домовому комитету номер 28, руководитель Наталья Варламова. Награда 212 тысяч рублей. Эти деньги собираемся потратить на ремонт дороги, которые находятся в центре города. По нашей улице Кати Соловьянова в переулок Малинкин. Спасибо, значит, что муниципальному нашему комитету, что организовывают такие конкурсы. Значит, дает нам возможность выиграть в равном бою. Мы дружно стремились к победе. В муниципальном конкурсе заняли первое место, а в краевом, к сожалению, третье место. Но мы все равно ему рады. Мы решили комитетом обустроить новую детскую площадку со спортивными тренажерами. В завершение мероприятия участники форума проголосовали за проект резолюции, который определит планы работы ТОСов на 2018 год. Руслан Душевский. Анапа. Регион.